Сатна! Меня зовут Арвинд. Я приветствую вас на канале Кундалини Йога онлайн. Сегодняшний эпизод из серии Йога 55+. Эта серия направлена на людей и конкретно для моей мамы в возрасте от 55 лет. В этом возрасте существуют некоторые физические ограничения при выполнении, при практике йоги. И я хочу, чтобы ваш опыт погружения в йогу был удачным и не привлек дополнительных травм. И более того, привнес больше радости в жизни и большей мобильности в движении. Этот эпизод расскажет вам о предосторожности, которую вы хотите соблюдать при занятиях йоги. Я хочу напомнить, что я сертифицированный преподаватель кундалини йоги уровень 1. И также я сертифицирована как кундалини йога инструктор для беременных. На данный момент я не слышала, что существуют специальные сертифицированные программы для преподавания йоги для пожилых людей. Поэтому если вы когда-либо пришли в класс и увидели, что контингент 55+, скорее всего преподаватели, это обычно преподаватели какого-либо стиля йоги, но знают модификации, которые нужно делать для преподавания йоги для такой возрастной категории. Мои предосторожности основаны на базовых предосторожностях при занятии йоги. И естественно с большим акцентом на некоторые детали, которые часто выражены в студентах такого возраста. Итак, первая основная деталь, что в основном люди в течение жизни не особо обращают внимание на то, что они едят и что они пьют. И в этом возрасте у нас есть хорошая возможность наконец-то обратить на себя внимание и начать с малого. А на другой стороне и самого большого, что в жизни не хватает, это количество воды, которую вы потребляете в день. Обратитесь к источникам медицинским, чтобы проверить мою информацию, которую я сейчас вам преподаю. И вы увидите, что количество пиваемой воды должно быть 8 стаканов в день. При этом надо участвовать, что это конкретная вода, не чай и не кофе. Если же вы пьете кроме воды еще чай и кофе, вы должны понимать, что чай или кофе натуральные диуретики. То есть они выводят больше из организма воды, чем вы вливаете в организм воды, когда пьете чай или кофе. Поэтому рекомендация на каждую чашку чая выпивать полстакана воды, чтобы возмещать ту потери жидкости, которая происходит при питье чая. И таким образом, для того, чтобы закрепить эту привычку пить воду, я рекомендую два простых шага. Во-первых, найдите емкость, которую будет легко уносить с собой. В моем случае это просто бутылочка воды, очень удобно. И второй шаг. Помните об этой привычке пить воду, когда вы занимаетесь йогой. То есть каждый раз, когда вы сели заниматься йогой, в классе ли это, или вы сами, смотря это видео, или просто сами сели растянуться, порой делать растяжек, всегда берите с собой бутылочку воды и делайте пару лотков перед началом занятия. Таким образом, у вас укрепится привычка, по крайней мере, пить воду, когда вы сели заняться собой. Так, это был фундаментальный принцип для того, чтобы сохранить организм в хорошей форме и топить достаточное количество воды. Второе правило. Когда вы занимаетесь йогой, слушайте свое тело. Это правило, естественно, не только направлено на людей более пожилого возраста, но для людей любого возраста, которые занимаются йогой. И более того, более молодые люди склонны преувеличивать возможности своего тела и таким образом подвергать себя риску при занятиях йоги. Поэтому внимательно слушайте свое тело. Если у вас какие-то есть физические проблемы, связанные со здоровьем, общая рекомендация обратиться к врачу и спросить, возможно ли занятие таким спортом и конкретных поз, которые вы хотите делать. В реальности я знаю, что немногие спрашивают советы у врача, когда занимаются спортом. И поэтому я хочу особенно акцентировать ваше внимание о том, что вы внимательно должны относиться к своему телу. Йога позволяет достичь высокой концентрации, высокой осознанности своего тела. И таким образом вы будете чувствовать, что вы продвигаетесь в этой практике, становитесь более мастерски. И обращайтесь к позам, потому что вы знаете свои пределы на данном текущем уровне. И вы их уважаете и остаетесь в зоне принятия той позы, которая приносит вам пользу, а не вред. Поэтому всегда слушайте свое тело. Как слушать свое тело? Если при принятии позы, в зависимости от хатха-йата-йога или, допустим, кундалини-йога, которые более динамические позы используют в своей практике. Если при принятии позы вы чувствуете резкую боль, это значит, что вам нужно выйти из позы немедленно. Если же боль другая, допустим, при растяжении мышцы вы чувствуете, что наглита и содавление. Это та боль, которая, в принципе, называется айенгаром хатха-йога. Правильная боль, то есть вы работаете над мышцами. Поэтому первое правило, которое вы должны соблюдать в своей практике, понимать различие боли. Резкая боль, вы ходите из позы. Боль, которую больше можно назвать как давление на мышцы, вы можете это давление оставлять в своей практике и оставаться в позе. Это было второе правило. То есть первое правило, пьем воду, и второе правило, сушим свое тело. И конкретно я хочу сейчас рассказать об особенностях тела в возрасте 55+. Первая особенность, которая может быть наблюдаться у вас, это высокое давление или повышенное давление. Опять же, я читала литературу, некоторые доктора считают, что давление вызвано дисбалансом в теле между солями и водами. И считается, что чем меньше вы соли потребляете, тем больше у вас есть возможности регулировать ваше давление. Но существует мнение, что не только количество соли важно в диете, но опять же количество воды. Поэтому первым делом, если у вас повышенное давление, естественно, обратитесь к врачу и расскажите вот эту точку зрения, что, скорее всего, вы можете увеличить количество потребляемой воды, если у вас нету проблемы с почками. Так, и второе, что конкретно связано с йогой, когда вы занимаетесь йогой и у вас повышенное давление, вы не делаете перевернутые позы. То есть все позы, когда сердце находится выше головы, не для вас. Один из примеров такой перевернутой позы является по-русски березка. И эта поза не для вас. В березке вы видите, что сердце находится выше головы. Это первый признак, что это перевернутая поза. При повышенном давлении мы не делаем перевернутые позы. И еще один момент. При повышенном давлении мы не делаем задержку дыхания. Это уже связано конкретно с кундалини-йогой. В кундалини-йоге часто практикуются замки и задержка дыхания. И в случае, если вы занимаетесь в обычном кундалини-классе или, допустим, вы здесь слушаете мое видео, иногда я не делаю акцент о том, какие рекомендации нужны при каких-то особенностях организма. И как раз в этом видео я хочу рассказать, что вам не нужно делать задержку дыхания. Вне зависимости, спрашивали задержку дыхания во время позы, после позы или, допустим, парнояма, которая задействует задержку дыхания. Это не для вас. Итак, запомним. В этом видео я рассказала, что йогой можно заниматься в любом возрасте. В этом преимущество йоги. И нужно обращать особое внимание, сколько воды вы пьете. Нужно слушать свое тело и понимать качество воли. Если воля резкая, вы выходите из позы. Это конкретно эта поза не для вас. И последнее правило уже основывается на группе 55+. Часто возникают проблемы с давлением, повышенное давление. И в этом случае, опять же, мы смотрим на количество потребляемой воды, не делаем перевернутые позы, когда сердце находится выше головы, и не делаем задержку дыхания. И последняя рекомендация. При повышенном давлении рекомендуется в йоге большое внимание уделять релаксации, что очень важно научиться правильно релаксировать свое тело и таким образом понижать стресс в теле. Опять же, выполнять физические упражнения тоже важно, потому что таким образом мы расширяем кровеносные сосуды, и давление крови в теле падает. И также важно уделять внимание паранаяме, дыхательным упражнениям. Мы учимся дышать эффективно и правильно, таким образом уменьшаем стресс в организме. Я надеюсь, что йога 55.5 с плюсом позволит вам жить вашу жизнь на две пятерки с плюсом. Садна! Садна!